Осень пришла и пришел фестиваль. Ежегодные события в литературной среде Акуловские чтения открыто. Конкурсы чтецов в рамках фестиваля пройдут в непривычном формате. Для участников же конкурса творческих работ в области литературы ничего не изменится. Интерес у всех не пропадает фестиваль. И не важно, что сейчас рециркуляторы, антисептики, что там еще важнее возможно, но осень пришла и пришел фестиваль. Творческие изыскания в области литературы еще принимаются. На момент открытия фестиваля было уже 20 участников, 12 взрослых, 5 детей и 3 проекта в области пропаганды чтения. Комиссия экспертов изучает представленные материалы дистанционно. Мы впервые столкнулись с этой ситуацией, не очень ей довольны, но рады, что все-таки очень активно и молодежь, и старшее поколение, и наши замечательные лауреаты, наши мэтры принимают в нем активное участие. На два дня запланирован конкурс чтецов в двух номинациях. Лишь слову «Жизнь дана» и «Страна, ты помнишь», посвященная военной тематике. В год юбилея победы на афише фестиваля сменилась фотография. На ней Иван Акулов, гимнастерки с орденом. Накануне акуловских чтений открылись новые факты биографии и творчества писателя. В этот раз из архива библиотеки извлечена на свет переписка Ивана Ивановича с Николаем Барминым, другом писателем. Мне в этом году повезло, и мое пребывание здесь совпало со всемирным кинофестивалем. Много посмотрел заграничных фильмов, сплошной секс. «Дальше он пишет. До того прям, что просто некуда. Бабы, бабы, бабы. Голые до последней откровенности. Как будто в родительной материне побывал. И что же, говорит, меня беспокоит, а мы ведь за ними следом идем. Вот я и думаю, как бы у нас такого не случилось». На торжественном открытии 28-го фестиваля «Акуловские чтения» были озвучены результаты конкурса «Неизвестный Урал-2020» среди муниципальных библиотек Свердловской области. Два краеведческих проекта специалистов Центральной библиотеки «Ирбита» были признаны лучшими и удостоены дипломами второй и первой степени. Лариса Воложанина, Евгений Пресижнюк, Павел Тимофеев. НТС «Ирбит».